Остров любви и красоты Сегодня в нашей программе вы увидите Клятва верности на острове Афродиты Как провести свадебную церемонию на Кипре Ход воспрещен, куда не стоит ходить с женщинами на острове любви Сиеста по-киприотски Почему некоторые магазины работают всего два часа в день Рассказать об этой уникальной стране и о своем необычном путешествии Согласилась наша сегодняшняя гость Наталья Мурникова Наталья, здравствуйте Здравствуйте Наташа, вы отправились на Кипр не как обычный турист Насколько я знаю, вы там сыграли свадьбу Во-первых, скажите, как возникла эта идея Во-вторых, расскажите об этом сложном длинном пути молодоженов Как раз таки к тому месту, где будет проходить вся церемония Путь достаточно прост Это все законно Мы обратились в туроператор Выбрали страну Это оказывается Кипр Нам предложили какой-то пакет церемоний Сказали, какие нужно сделать документы Это паспорт, загранпаспорт, свидетельство о рождении Что мужа, что мое Ну и все это переводится Нотариально заверяется и отправляется на Кипр Там это все складывается в пакет Когда ты расписываешься, тебе предоставляется сертификат Такой большой, красивый Не так, как у нас маленькая бумажечка Такой большой, красивый, красиво написанный документ Что ты являешься мужем и женой Когда мы приехали сюда, мы просто обратились в паспортный стол Посмотрели на эту бумажку и поставили печать То есть все законно Хорошо, тогда расскажите о самой церемонии Как все это происходило И чем обычная наша местная церемония отличается от той самой киприотской Все происходило просто великолепно Ну как и для любой невесты и жениха Все было просто супер Я оделась, меня встречал мой будущий муж уже на улице с цветами Мы поехали в мэрию, там мы расписывались Все уже было наряжено Там цветы, белые стулья, белые мужчины, белые женщины в белых одеждах Все приветствовали Ну вся церемония была просто великолепной Правда поначалу мы немножечко, даже на видео, когда у нас есть видео Мы немножечко испугались Нас никто не предупредил, что наш церемонию будет вести на местном языке, на киприотском А потом будет уже переводчик Когда мы услышали, что вся церемония проходит на киприотском языке Мы немножечко приоткрыли глаза и стояли немножко удивленные Но потом, через 5 минут ее речи, начал уже переводчик все это достоверно, красиво говорить Значит, мы произносили друг другу клятву маленькую Я и муж, что мы друг друга любим до конца жизни Ну маленькое, там 4-5 предложений Но нас сразу предупредили, что вы маленькую клятву произносите Церемония, в принципе, была достаточно быстрая Не так, как у нас в наших ЗАГСах, так долго Все быстро произошло Волнение, фотографии Нам подарили подарок от мэрии Затем мы писали в такой большой книге Толстые пожелания Нам же, самим же себе О том, что мы хотим в будущем Ну и там такая толстая-толстая книжка И все ей прям пишут Я хочу счастья, любви Мой муж написал много детей А что входит в этот пакет? Что предоставляется туристам в данном случае? Туристам, когда ты собираешься выйти замуж Тебе предоставляется, значит, букет Ну лично в мой пакет В наш пакет входил букет свадебный Бутоньерка, бутылка шампанского Там фрукты, фотограф, видео, все было Номер ты уже заказываешь Это отдельно идет, ты заказываешь номер уже И если ты захочешь, там предоставляется пакет Платье, костюм, букеты, шоколадные фонтаны Мы, допустим, заказали шарики Мы, когда мы потом кататься поехали Мы заехали на мост влюбленных, так называемый Это такая вулканическая порода Значит, ну не знаю, метра два шириной Нам говорят, идите, сфотографируйтесь Страшно, ты же на каблуках, ты же в платье, все красиво Идите сфотографируйтесь Ну нет, нет, страшно, идите Ну вот там все красивые фотографии Мы с этого моста пускали уже шарики Желание нам сказали, сколько шариков, столько и желание Заказывается желание и пускаете Сама церемония прошла без накладок, то есть не было никаких проблем? Вообще никаких, там просто пунктуальность, не знаю, сверхпунктуальность То есть там минуту в минуту ты выходишь У тебя вот прям минуту в минуту там у них рассчитано Ты садишься в автомобиль, приезжаешь И вот все прям вообще никаких накладок Есть такая давняя киприотская традиция Прежде чем молодых пустить в номер на первую брачную ночь Сюда запускают маленьких детишек Чтобы они попрыгали на кровати И чтобы молодых было большое семейство Я предлагаю посмотреть рубрику 5 интересных фактов И узнать, чего же еще интересного происходит на Кипре Кипр со всех сторон омывается морем Но здесь практически не ловят рыбу Мешают течения, проходящие у берегов острова На Кипре есть кофейни специально для мужчин Вход женщинам туда строго воспрещен Купаться на Кипре абсолютно безопасно Качество воды в море, реках и озерах Второй год получает самые высокие оценки Предсказывают, что через 100 лет Вместо острова Кипр будет остров пустыня Это произойдет из-за глобального потепления Основной мерой веса на Кипре является драхма 100 драхм равны 320 граммам Читала, что местное население, особенно женщины, очень любят модно одеваться И несмотря на то, что недавно был такой серьезный кризис в стране Все-таки женщины за собой следят Расскажите о местном населении Как они относятся к туристам, как они выглядят И, может быть, некоторые вещи, которые ни в коем случае не стоит делать на Кипре Местное население достаточно доброжелательно Все улыбаются, они очень добрые, общительные При этом говорят в основном на английском языке Но в каждый раз, когда заходишь в любой магазин Если они услышат, что ты русский То обязательно пару фраз скажут на русском языке На ломаном или здрасте, или до свидания То есть тебя все прекрасно понимают А так в основном все общаются на английском языке Еще у них есть такая традиция Но это узнали мы потом Когда мы катались на машине во время свадьбы Нас все фотографировали Все пытались до нас дотронуться И мой муж удивленно всегда спрашивал, что им надо То есть у нас такого не принято, чтобы все это все трогали Фотографировали, что-то говорили на своем, на местном Оказалось, что нам потом наш фотограф сказал Что у них есть такая традиция Что если ты видишь влюбленных, то есть новобрачных Ты должен обязательно что-то пожелать Дотронуться, если нет возможности пожелать что-либо им И тогда будет счастье, много денег, удачи пожизненно Поэтому для них это очень радостно, если они видят новобрачных Еще нас очень удивило, что мы хотели себя почувствовать иностранцами на такой земле Ничего не получилось Получается у них город разделен на три сектора На русский район, на английский район И на район, где смешаны французы, японцы, немцы, испанцы, итальянцы И когда мы вышли и услышали только одну русскоговорящую речь Немножко было удивительно Я вообще русскими почувствовала, что там работает очень много русскоговорящих людей Но вечерами, каждый вечер, все шли в английский район Потому что именно в английском районе находились всякие клубы, вечеринки, бары Громкоиграющая музыка была только там Ну это если говорить о развлечениях, да, наверное А чем еще можно заняться на Кипре, чтобы время провести с удовольствием? Две вещи, которые больше всего понравились Первое, что мы поехали на яхте, нам показывали достопримечательности местные По окраине, грубо говоря, Кипра И нам показывали всякие достопримечательности Пещеры там разные, все про них рассказывали Затем завозили на такой, как бы, островок И там все купались То есть нас выпускали в море, грубо говоря, в открытое Да, все в открытом море купались Затем сам капитан, он подкармливал рыбок хлебом И давал маски И все смотрели на, ну, в море там рыбы сразу слетались И все смотрели на этих рыбок Второе, что больше всего понравилось Это, в частности, моему мужу Это понравится любому рыбаку Это мы ходили на рыбалку Рано утром, в 4 утра Ты собираешься, там много людей, мужчин Сначала для меня было удивительно Когда мы только зашли И киприот, капитан, он там посмеялся И там, о, леди, леди Посмеялся, что девушка, куда на рыбалку Потом я уже поняла, почему это Мы ходили на рыбалку на тунца Такого я сейчас никогда в жизни не видела Десять килограмм, средний был семь килограмм И мой муж лично поймал около шести рыб Вот я, вот, семь килограмм Такая вот, вот такая здоровая рыба Ее ели поднять, вообще невозможно поднять Причем там одно мясо После того, как мы сходили на рыбалку Он поймал эту рыбу Мы в ресторане, при этом в порту В порту, да, был ресторан Мы пошли, нам приготовили эту же рыбу при нас Очень вкусное мясо Не зря ценится, рыба просто великолепная Ну, раз уж мы заговорили про кухню, что стоит попробовать обязательно на Кипре? Ну, чтобы сказать, да, я пробовала киприводскую кухню Киприводская кухня – это рыба, в первую очередь, как я уже сказала Также есть местное блюдо, я вот не помню, как называется Но то, что там сыр, овощи, все так намешано, очень-очень вкусное А я слышала, что на Кипре очень вкусное вино, которым они очень славятся и гордятся Так ли это? На мой вкус, так скажем, мне не очень понравилось Очень крепленное, хотя все, да, хвалят, говорят, что это самое лучшее Нам даже от отеля, то, что мы молодожены, подарили на нашу свадьбу бутылку вина и фрукты Откупорили мы это вино, и я попробовала, ну... Крепковато Крепковато Не то, не то сказать, да, не то сложно сказать, но очень крепкое Как и во многих солнечных странах, киприоты не любят спешки Они очень спокойны и предпочитают жить в свое удовольствие В летнее время магазины работают с 4 до 7 вечера, и это совершенно обычно Иногда сиеста может тянуться на весь день, и продавец решит не открывать свой магазинчик вовсе В магазинах все очень приветливы и неназойливы Вас никто не будет затаскивать в торговую лавку с предложениями купить все и сразу Но если уж вы зайдете, то будете приятно удивлены вежливостью и искренними улыбками Киприоты очень любят праздники, отмечают их с особой торжественностью Кроме основных, Нового года, Рождества, Пасхи, у них есть еще около 40 праздников Праздник апельсинов, праздник воды, праздник лимонов или винограда Жители Кипра очень любят дикую природу Весной они семьями отправляются любоваться на цветущие долины и луга Хотя киприоты приветливые и гостеприимные, в разговоре с ними лучше не затрагивать тему турецкой оккупации При посещении монастырей и церквей мужчинам стоит надеть рубашку, а женщинам юбку или брюки А плечи должны быть прикрыты, в противном случае вас не пропустят Фотографировать военных и военные учреждения запрещено У местных жителей перед съемкой стоит спросить разрешение Еще вот такое слышала, что на Кипре таксисты не дают сдачу То есть если ты даешь им 100 долларов, то они считают, что это та сумма, которую вы заплатили за поездку Это к вопросу об общественном транспорте На чем передвигается, удобно или неудобно, я знаю, что там левостороннее движение И как вы справлялись с этим совсем, как вы передвигаетесь из одной точки в другую Да, общественный транспорт там существует, но он очень-очень редко ездит И достаточно дороговато, ну, по нашим расценкам Мы с мужем просто, как и основная масса молодежи, сняли квадроцикл Вот на два дня 90 евро стоит квадроцикл При этом если ты ездишь на общественном транспорте, это 5 евро одна поездка То есть даже независимо, что это одна остановка А 90 евро ты весь день на нем катаешься, тебе дают такую карту маршрутную, ну, куда ты можешь поехать То есть ты можешь в соседний город ехать, ну, там, куда угодно Автомобиль дают тоже по такой же цене, ну, за автомобиль просто опасаешься больше, мало ли что Насчет левостороннего движения, да, это было очень удивительно Мы только как-то сошли с самолета, нас посадили в автобус Мой муж немножко пугался, говорит, куда они едут, куда они едут Потому что, да, они с той стороны Также мы когда сняли квадроцикл, мы ездили, все сигналили нам, куда ты едешь, поверни, поверни При этом никто не ругался, никаких там злых лиц, ничего не было Все мило улыбались и говорили, что ты не туда едешь, тебе надо в другую сторону повернуть Как мы уже выяснили, Кипр известен своим винами, оливками, мылами Тогда расскажите, что стоит везти туристам в качестве сувениров? Оттуда и сколько это стоит? Ну, сувениры везут от магнитиков до мыла, масла, оливковые Это очень ценится у них И стоят достаточно недорого, от 5, от 3 евро, от 5, ну и выше, там уже в зависимости от объемов, ширины, массы, сколько ты хочешь Также алкоголь везут, да, там местный алкоголь на каких-то травах Многие женщины везут своим мужчинам для поднятия мужской силы Где-то есть сувенирные лавки, магазины или рынок, куда лучше сходить, чтобы выбрать недорогой какой-то сувенир? Сувенирные лавки, магазины находятся на каждом шагу То есть ты выходишь с отеля и буквально через 10 метров начинаются вот эти лавочки, где продают все От сланцев до магнитиков, алкоголь, еда, и все в одной лавочке Можно купить сумочку с киприотскими всякими значками Значок, тапочки А вот еще, что мы привезли, это тапочки на овце, очень теплые и с их национальным колоритом Они так специально сделаны, загнуты, как у мука Да, с носиком, очень красивые и смешные, интересные Наташа, спасибо большое за интересный рассказ Теперь мне бы хотелось подвести итог, зачем, когда и почему нужно ехать на Кипр Кипр встречает своих гостей с самыми чистыми пляжами и древнейшей архитектурой Лучшее время для посещения острова с апреля по ноябрь Столица Кипра – Никосия Время отстает от московского на один час Денежная единица – евро Государственный язык – греческий Для въезда на территорию страны необходима виза Для граждан России ее оформление бесплатно Самый дешевый вид транспорта – автобусы Есть два тарифа – дневной и ночной Последний дороже на 15% Все пляжи муниципальные Лежаки и зонтики платные В гостиницах и ресторанах в счет включается плата за обслуживание Поэтому чаевые не обязательны А на сегодня это все Если вы хотите стать участниками нашей программы Звоните по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах И тогда вы смело можете сказать всему городу И я там был Всего вам доброго и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok